добрый день друзья в этом видео расскажу какие результаты посева у меня перца сладкого на сегодня 5 марта 2019 года результаты конечно разные есть которые нормальные хорошие есть средний есть еще в процессе всходов ну и так поподробнее о каждом сорте вот этот сорт самый лучший который взошел из 12 посеянных семян 11 зашло сорт называется подарок молдова но впрочем он никогда меня не подводил я его выращиваю каждый год поэтому у меня к нему вопросов нет далее вот в мегатон золотой посеянный тоже это 17 но второе вот что это в скобочках буква z или буква 3 я уже забыла но буду вспоминать значит села я в основном по 12 штучек как видите из 12 штук зашло 8 то есть ну 70 процентов результат далее перед скупец посеян очень рано 7 февраля почти месяц ему через два дня будет как видите тоже из 12 штук зашло 7 далее перец а тоже подарок молдовы так как я люблю этот перчик он идет и на фарширование хорошо и ну и так вот я его в банке делаю марину мариную так что я его побольше посеяла значит что значит 1702 и тоже из 12 штук зашло 7 хуже всех себя проявил это сорт толстячок посмотрите ему будет уже месяц но я думаю больше и не взойдет выглядит он очень-очень слабенький но я буду все равно его выращивать вот здесь я помогала убрать вот это семечко им поэтому такой немножко он корявенький далее перец хазбулат посеян 1702 12 штук из 12 взошло так 3 4 9 штук но еще сходит видите вот космонавты да конечно надо в грунт сильно рыхлые поэтому вот такое случается так ну вот такие результаты конечно то количество которое взошло мне это недостаточно потому что у меня тепличка целая под перец хоть она и небольшого размера сейчас я скажу даже длиной она 4 30 и шириной 2 чем-то там вот поэтому перцев я высаживаю туда 40 корней в прошлом году я высаживала по 2 перца в лунку у меня получилось я посчитала 40 корней сейчас у меня я думаю этого количества нет еще вот этот перчик я буду сегодня пикировать потому что уже все пара пара уже питания тут никакого нет в этом кокосовом субстракте поэтому им нужно питание я их буду конечно хорошую почву пикировать и вот я еще за мать замочила таким способом через улиточку я думаю мы все проходили этот способ выращивания на нем я выращиваю знаете когда вот надо семечко чтобы проклюнулась я не делаю на салфетках но мне так удобно я делаю вот так вот в под ложечку в улитку и не так удобно вот санька вот томаты это с прошлого года решила тоже взять вот базилик я вообще выращиваю конкретно в улитке я значит потом добавлю сюда грунт немножечко он еще подрастет он уже там выскакивает тут не видно я разворачивала там уже зелененькие выскакивают он хорошо вот в этой улиточке прям хорошо прорастает я добавлю туда грунт потом пикирую я в пеленке на на тоже такое слышали поэтому я в стаканчике ему не делаю он прекрасно вырастает за сезон хорошие кусты но впоследствии вы все это сами увидите так далее значит вот еще замочила я два перчика вот я докупила перец тоша называется он тоже маленький компактный кустик и вот сейчас я проверила уже семена проклевываются вот как видите да ну по возможности сфокусирует вот посмотрите вот видите вот там 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 и их уже можно вот еще да не сегодня так завтра уже можно и вон там первого тоже уже можно спокойно посеять в грунт подруга моя он спит как всегда заняла площадь во весь стол вот посмотрите как мы спим поперек и еще я замочила мегатон ну вы знаете я ожидала конечно от него большего почему-то я не знаю мне показалось что он такой хороший должен быть так что мы смотрим здесь здесь пока тишина по моему как я вижу ничто нигде не проклевывается насколько мне видно в общем я какие сделала выводы по этому сорту что больше я его не буду приобретать этот сорт я сделаю себе пометочку в моей моем дневнике садовода огородника что этот сорт мне не понравился ну вот так кратенько я хотела рассказать вам какие результаты посева у меня перца болгарского и сейчас я буду заниматься конкретно уже пикировка пикировку я снимать не буду потому что она ну все по моему стандартно пикирует там немножко какие-то у каждого немножко свои хитрости свои прибамбасики скажем так поэтому в общем то как говорится основа одна это значит отсюда вынуть растение и переместить его в большую емкость ну все и на этом я буду заканчивать свое видео всем желаю хороших всходов чтобы всходы росли подрастали не болели не вредители не нападали на них никакие всем желаю мира добра здоровья счастья и удачи если было интересно со мной подписывайтесь на мой канал ставьте лайк если понравилось видео не забывайте включить колокольчик чтобы не пропустить новые видео моего канала пишите советы пожелания комментарии буду с удовольствием с вами общаться а мы вам говорим до свидания и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...